Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Иоанна, 15 глава, 26 стих, и Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих, мы зададимся вопросом «От Отца ли мы приняли Духа Святаго, или и от Сына?» Этот вопрос не лежит только в плоскости православно-католического диалога. Он касается более сложных вещей. Так, например, мое внимание на этот вопрос обратил один певчий из храма, где я служу. Это тропарь праздника Святой Троицы «Первый глаз». А в этот день мы поем. «Благословен еси Христе Божий наш, иже премудрые ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человека любчи, слава Тебе». И он обратил внимание, что здесь прямо говорится о том и в других богослужебных текстах, и в текстах Писания, что Сын посылает Духа Святаго. И как ответить на этот достаточно сложный вопрос? Проблема заключается в том, что мы православные отделяем предвечное исхождение Духа Святаго от временного, от того действия, которое происходит во времени. И если кто-то этого не делает, то происходит смешение понятий. Давайте прочитаем текст, где прямо говорится о том, что предвечно Дух Святой исходит только от Бога Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца» – это собственные слова Христа – «я пошлю вам от Отца» – Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Итак, здесь Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Христос говорит, что предвечно Дух Святой исходит от Бога Отца. «Но вот то, что называется во времени, которого я пошлю вам от Отца». Также есть подобные тексты, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15-18 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Вот здесь Господь Иисус Христос прямо говорит, что так как Он готовился к Своему Вознесению, Он не хочет оставить Своих учеников сиротами. Он хочет пойти к Отцу, умолить Отца, чтобы Отец послал Духа Святого. Вот в каком смысле Он говорит, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины. То есть Дух предвечно исходит от Бога Отца, как Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца, но заслугами Христа, через то, что Он очистил нас своей драгоценной кровью, Он сделал и нас способными принять Духа Святого. Новый Завет тогда еще не наступил. Наступает день Пятидесятницы, тогда был Ветхий Завет. И Христос говорит о Духе Святом. Он с вами пребывает и в вас будет. Вот это принципиальная разница между Ветхозаветным человеком и Новозаветным человеком. Об этом свидетельствовал Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 12 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за Мною сильнее Меня, я не достоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым». Он, то есть Христос. И огнем, лопатой его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем негасимым. И Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 и 27 стих, это прямая речь Христа, здесь он говорит, «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца Дух Истины, который от Отца исходит, мы уже читали вначале этот текст, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». То есть через принятие Духа Святаго и происходит усыновление верующих во Христа Богу Отцу действием Духа Святаго через Сына. Поэтому тропарь праздника Святой Троицы, первого гласа, мы здесь и находим слова «Благословен Еси Христе Божий наш, и же премудрые ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей Вселенную, человека любче слава тебе». А теперь мы зачитаем из православного догматического богословия святителя Макария. Это параграф 41, где говорится о личных свойствах Бога Духа Святаго. Святитель Макарий пишет, «Если Церковь православная утверждает, что Святой Дух исходит от одного Отца, вопреки учению западных христиан, будто Дух Святой исходит вместе и от Сына, то она, то есть Церковь, имеет в виду именно только вечное и ипостасное исхождение Святаго Духа. Относительно же исхождения Его, то есть Духа Святаго, временного и православные, совершенно согласно западными христианами, веруют, что Дух Святой исходит, то есть посылается в мир не от Отца только, но и от Сына, или, точнее, через Сына. Через Сына. И вот это уточнение, или точнее, через Сына, означает следующее. Представьте себе, к вам подбегает ваш ребенок и просит налить ему свежего молочка, которое только что вам принесли. А у вас стоит тут кружка, испачканная дегтем, мазутом. Разве вы нальете молоко в такую кружку и дадите ребенку? Конечно, нет. Поэтому принятие Духа Святаго через Сына имеется в виду через спасительные заслуги Сына по отношению к нам. Он осветил нас, Он оправдал нас, Он очистил нас своей драгоценной кровью. И таким образом в деле нашего восстановления всецелого принимает участие и Отец, и Сын, и Дух Святой, Святая Живоначальная Троица. И Никей Цельградский символ веры свидетельствует, что мы веруем и в Духа Святаго, Господа, Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой Славима, глаголовшего пророки. И святитель Василий Великий уточняет, мы должны исповедовать веру, преданную нам отцами, собранными некогда в Никее, и не отлагать от нее ни одного слова, зная, что триста восемнадцать отцов говорили не без внушения Святаго Духа. Итак, будем иметь правильное представление о Святой Троице об исхождении Духа Святаго, в том числе, не впадая ни в одну, ни в другую крайность, исповедуя Никей Цельградский символ веры. Подписывайтесь на библейский портал «Акзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.